Как отец, я могу вам сказать, что для воспитания хороших детей нужны три вещи. Молиться, молиться, а потом еще раз молиться. Есть множество факторов, которые влияют на воспитание детей, и некоторые из них находятся вне нашего контроля. Но есть и те, которые все же нам подвластны, и сегодня я хотел бы поговорить об одном из них. Хорошие родители преданы воспитанию своих детей. Они посвящают своим детям много времени и энергии. Они меняют всю свою жизнь для удовлетворения потребностей своих детей. Моя мама часто говорила, что когда она растила мою сестру и меня, мы были ее религией. Такой подход очень популярен, особенно в еврейских семьях. Нет никаких сомнений в том, что энергии и силы, которые родители вкладывают в детей, идут детям на пользу. Но преданность родителей своим детям имеет и негативные побочные эффекты. Если воспитание детей является религией, то дети становятся божествами этой религии. Из-за того, что дети видят, сколько их семья жертвует ради них, они растут с ощущением того, что весь мир вращается вокруг них. Они становятся эгоистами. Наши дети подражают нам больше, чем мы предполагаем. То, чему мы отдаем свою жизнь, становится для них примером того, чему они должны посвящать своей жизни. Поэтому, если мы посвящаем свою жизнь нашим детям, то они учатся посвящать свою жизнь себе. Дети замечают, что единственный предмет, которому мы посвящаем себя, кроме них, это заработка. Но мы объясняем им, что эти заработки нужны для того, чтобы обеспечить их жизнь, образование и так далее. Так что все снова возвращается к удовлетворению их потребностей. Мы видим, что преданность родителей нуждам своих детей может иметь негативные побочные эффекты. Так что же нам делать? На самом деле, дети растут эгоистами не потому, что мы просто посвящаем себя им, а потому, что вместе с этим мы не учим их, что они должны посвятить себя чему-то выше, чему-то большему, чем они сами. Наши дети могут получить лучшее воспитание, если они будут видеть, что в то же время, как я отдаю себя их нуждам, я также живу во имя чего-то большего, более великого, чем я и они сами. Тогда, во-первых, они не будут чувствовать, что являются центром вселенной. И, во-вторых, я буду своим примером учить их жить ради чего-то более высокого, чем я и они. Здесь мы начинаем видеть, что религия может играть важную роль в семейной жизни. В то время, как в каждой группе есть хорошие и плохие люди, нет сомнений в том, что в целом в западном мире религиозные общины имеют лучшие результаты в области воспитания детей. Вполне вероятно, что то, о чем мы с вами сейчас говорим, является одним из факторов. В то время, как все дети рождаются эгоистами, эгоистичность молодых людей сегодня гораздо больше, чем когда-либо. Мы называем их iGeneration не только из-за айфонов. Может ли это быть потому, что в наше время общество становится все менее религиозным, и дети не воспитываются посвятить свою жизнь чему-то большему, чем они сами? То, чему мы посвящаем свою жизнь, становится религией нашей семьи. Создание религии из воспитания детей может плохо сказаться на самих детях. Что может на них хорошо сказаться, это если мы будем делать религию из религии?